Девушки отдыхают 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 получилось. В общем, да, как-то так мы его быстренько завалили. Он на проблем особо каких-то не доставил. Там вроде было где от него гневрировать. Ну и теперь давайте-ка зайдем вот в этот секрет. Вернее, даже мини-секрет, потому что он даже как секрет от того не считается. Но там у нас, в общем, находится такой полезный предмет, как кольцо неизвимости, которое здесь не очень пригодится. Так, ну и теперь, прежде чем я со своим желтым ключиком открою эту дверь, я бы хотел получить здесь еще один предмет, который за этой стенкой находится. Ребят, вот верите или нет, ну, в общем, предмет находится буквально за этой стеной. Стена у нас вообще никак не откроется. Там ни переключателем, ни каким-либо каким-то скриптом. Или даже если вы на нее нажмете, или там, не знаю, выстрелите. Никак она у нас не открывается, к сожалению. Но, тем не менее, предмет здесь есть. Я думаю, вы увидели то, что я только что получил эту лечащую склянку. Вот, ребят, я даже не знаю, кем надо быть, чтобы до этого додуматься, чтобы подолбить в эту стенку, получить свой предмет. Но, как ты говорил о том, что этот предмет можно получить только в мультиплеере наиболее официальным образом. То есть, там-то, видимо, стенка открывается, либо он в каком-то другом месте появляется. К тому же все, игроки могут его подобрать. Да, немного непредосмотрительной разработчику такого случая получается, то, что создают такой ад для перфекционистов, которые будут искать этот уровень вообще чуть ли не на протяжении всей своей жизни. А он, оказывается, где-то за стеной находится. Вот знаете, мне сразу вспоминается один замечательный дуусский анекдот, там, где тот же дубик попадает в ад со своей бедепилой, там всех разносит, всяких там чертей. Потом приходит к финальному боссу, а тот ему говорит, что ты еще секрет пропустил. И пока ты не найдешь, то все, тебе битвы не видать. Как-то так вот там все было, очень весело. Ну, вот эта ситуация мне, если честно, это все напомнит. Он там до сих пор так вот бегать и ищет. Как бы мы бы это все делали. Ну, в общем, ладно, я тут пока разговаривал уже вынес охрану этого небольшого зала. Тут у нас тоже были такие вот адские парни. Полудраконы с обликогтями. Так, и что мы делаем дальше? Сейчас мы откроем себе парочку секретов. Да, вот открываются у нас такие вот комнаты, откуда надо сразу вылетать все эти гаргули. И стоит нам только одну из них убить, как на нас сразу же агрится Минотава. Я не знаю почему, возможно, его очень смутило смерть какой-то одного из его гаргулей. Как-то он нячится за ними. И как бы это забавно не звучало, рядом с ним они тоже будут. То есть уже еще одно доказательство. Что с ним что-то не так. Я даже не знаю, это может быть какой-то Минотавр парточки такой. Кашку им готовит. Все дела. А беру, убиваю одного из его детей. Ну, в общем, ладно. Как мы до этого Минотавра-няки достанем, нам для этого потребуется зеленый ключ. Зеленый ключ мы сможем получить только если нажмем на переключатель за этой стеной. Стена она откроется только после того, как мы нажмем на переключатель, который храняется наггами. Ну, они у нас будут уже чуть дальше. Сейчас мы только разберемся с этими гаргулями. Их тут, в принципе, не так уж много осталось. Ну, а где находится наш Минотавр, это уже где-то вот здесь. Я, пожалуй, личный раз на него агреть не буду, а то вдруг его волна огня еще до меня достанет. Это будет, знаете, лидер очень круто. Ну, с другой стороны, я те же гаргули могу отсюда уже вынести. То есть уже мешаться мне хотя бы не буду. Уже будет хорошо. Так, еще парочка осталось. Да, дело свое дело. Это наша драконья перчатка. Да, вот он наш Минотавр. Ага, и все-таки стена огня до меня тут немного достает. Ну, ладно. Тут не так же страшно, хотя бы не убило. Так, и вот они, наши змеи-люди. У нас, как кажется, один из них уходит. Там за углом будет еще парочка. Ну, еще парочка будет находиться за той невидимой стеной. Вернее, прозрачной. И как мы туда попадем? И для этого нам надо будет идти, в общем, сюда. В общем, теперь мы уже попадаем в какой-то секретный бункер. И теперь мы сможем воспользоваться их же преимуществом против них самих. Да, ребят, мы тоже милы камшиты. Мы тоже можем на себя там постоять. Применить их же военную хитрость. Так, здесь еще один. Ну и, в общем, все. Они против нас могли бы эту хитрость применять, а мы взяли вот и отомстили. Ну что ж, теперь мы нажимаем на их переключатель. Возвращаемся сюда. Теперь нажимаем на этот. Опустится та стенка зеленым ключом. И теперь можно будет возвращаться обратно на начало уровня с помощью вот этого телепорта. Я, конечно, мог бы вернуться сюда наиболее быстро с помощью Chaos Device, который у меня есть. И я смогу его получить еще на уровне. Ну, я решил вам показать все-таки уровень в полной мере. Я надеялся, что вас такого варианта вполне устроит. Так, ну все. Теперь уже можно будет переходить, вылиться с той нянькой. Достаем нашу ракетницу. Затем том силу активируем. Колечко. И нападаем. Где он у нас? Вот здесь. Постараемся зажать его в угол. Не знаю, получится ли мне это сделать. Потому что угловки почти нет нигде. Ну, где-то со второго выстрела уже должны его завалить. Да, вот такой у нас оказался Лалка. Минотаба. То есть еще тут у нас были три наги. Ну, по сути, на этом все. Теперь ему нужно нажимать на этот переключатель. И вуаля, что мы видим? То, что на нас уже нападают маги. Они на нас выходят из всех этих секреток. Количество четыре штуки в каждой. Доль три пятна, ребят. Согласитесь. Так что лучше будет сюда сразу сходить. И идти сразу же там за сильным ключом, например. Который, не знаю, видели вы или нет. Ну, в общем, где-то там он у нас был. Который Минотабр у нас хранял. Так, и как мы будем расправляться с этими парнями? Думаю, снова достанем нашу перчатку. Хотя бы вот эту сейчас так вот завалим. Ага. Так, и еще парочка. Должна быть где-то здесь, наверное. Достанем на этот раз уже ракетницу. Не знаю. Не, это вполне заслужили. Все, еще минус один. Получаем здесь том силы. И, пожалуй, на этом все. С магами мы закончили. Ну, я надеюсь. Так, ну, эту сферу трогать не буду. Это уже точно. Она нам даст 15 патронов. У нас пока уже избыток. Так, ну и побежали тогда брать наш новый Chaos Device. О котором я уже говорил. И вот самый синий ключ. О котором я тоже уже упоминал. В общем, ребят. После того, как мы заберем этот синий ключ. Тогда у нас начнет опускаться вода. Откроется у нас железное лече. И перед ними я бы, пожалуй, даже сохранился. Чувы и нет. Потому что они могут оказаться теми же троллями. Так, тут количество три штуки. И они могут мне тут просто-запросто своими торнадо закидать. Это будет, знаете ли, мне очень приятно. Они, конечно, валятся где-то с трех выстрелов из ракетницы. Но все равно могут доставить своих проблем. Ну и хорошо то, что у меня тут уже колонна такая удобная стоит. И что я могу за ней просто от их выстрелов уклоняться. Ну и как-то так мы с ними разобрались. Но так уж оказался, что этот бой больше боялся. Получили мы здесь парочку яичек и крылья гнева. Можно будет возвращаться обратно с помощью вот этого телепорта. И если вы Chaos Device вот здесь не брали, тогда вы сможете его отсюда как раз-то забрать. С помощью разбега. Так, ну, вроде все. То есть, он и мы уже закончили. Так что переходим дальше. И что у нас будет дальше? Дальше у нас... Так, ну, рыцаря уже больше нет. Он мне тут больше не мешает. Это хорошо. Потом мог бы мне тут еще парочку своих красных топоров запыльнуть. Было бы не очень здорово, согласитесь. Так, ну и теперь давайте как раз справляться с этими големами. Они тут будут не одни вместе со своим местным военным лидером. Кунигсовым. И еще парочка его друзей будет находиться вот в этой небольшой коморке. Да, вот один, например, второй. Я думаю, сейчас уже стоит сбегать за нашим новым щитом. Я примерно знаю, где он будет находиться. Ну, давайте я сейчас в очередной раз сохранюсь, потому что... Я точно помню. Ну, в общем, где-то за этими стенами будут еще парочка друзей находиться его. Не знаю, достал я его или нет. Надеюсь, что хотя бы сагрил. Мне кажется, нет, он там так и остался. Ну, в общем, да, для чего я их тут уничтожаю? Потому что если я в эту секретку с помощью тетого лифта сюда заберусь, то, в общем, да, эти друзья меня могут здесь встретить и достать мне своих неприятностей. Они же своими черепами очень больно стреляются. Мне не очень хочется от них урожа получить. Так, ну, здесь у нас откроется такая вот секретка с ракалаками. Мы к ней будем готовы уже. Ну, я думаю, что нам следует сначала за щитом нашего нового сбегать, который у нас вот здесь находится. Да, секретка у нас также откроется и вот в этой точке. Правда, пока что я тут никого не вижу. Как-то подозрительно это все. Ага, и вот они. Они, оказывается, ко мне все задом были повернуты. Как же это невежливо с их стороны. Ну, их тут всего четыре штуки. Как видите, одних тут довольно-таки просто уворачиваются. В таком достаточно просторном помещении. Так, и вот последний у нас остался. Вообще, где-то издалека по нам стреляет. Ну и все. От них остались только вот крупные кровавые лужи. Так, ну, по идее, где-то здесь у нас должна открыться новая секретка. Не знаю, почему она у нас не открывается. Возможно, если я зайду так вот, то уже все открывается. Хорошо, все понятно. Так, ну и теперь давайте-ка... Не знаю, может быть, я в очередной раз сохранюсь, Потому что, честно, у меня были здесь несколько магов, Которые могут достать еще своих неприятностей. Своими тренными выстрелами. Так, и вот у нас последний остается. А так, ребята, это кажется все. То есть я со всеми сложными местами в этом уровне справился. Так-то сам по себе этот уровень оказался. Тысячкум сложным, как я уже говорил. Так, ну и куда пойдем дальше? Неплохо было бы, я думаю, достать нашу драконе перчатку. Здесь у нас видок с картой. И, да, здесь у нас находится группа у скелета с самого начала. Он, она сразу уходит за угол, видимо. А то я где-то вообще его не вижу. Да, он у нас где-то заныкался. А я, тем временем, буду тогда разбираться вот с этой змеей. Кремничий. Ага, вот он наконец ко мне вышел. Решился таки. Давайте-ка отсюда его, наверное, завалим. Возьмем мы всегда, возьмем разобраться. Например, сейчас. Ну и все. Правда, он здесь будет не один. Здесь будет еще, по-моему, два его дружка. Так что мы их подождем. Застанем арбалет. И где-то четыре выстрела на них уже должно хватить. Каждого. Ну или пять. Хотя бы так. Ну все равно нам за них будут давать как минимум семь патронов. Так что я тут, по сути, ничего не теряю. Да. Сейчас сразу так восстановились. И здесь у нас находится та самая секретка, где были утра голема. Да, мы с ними тут уже разобрались. Больше они мне тут не мешаются. Забираем их тут сумочку с боеприпасами обязательно. Она очень хитро так здесь допрятана. На фоне вот этой коричневой стены. Я, когда этот уровень первый раз проходил, я очень долго искал вот этот для настоящих предмет. Которым... Вот эта сумка оказалась. Затроллила она меня под конец. Пробращаем этих земель людей в кур. Проготовим их из них тут к отбивную. Ну и кажется, все. У нас тут остается всего-навсего два противника и один предмет. И я должна где-то у нас все ищется. Это у нас ищется уже в самом конце этого уровня. Для этого нам придется тогда вернуться назад с помощью вот этой секретки. Я помню то, что... Рядом с тем переключателем, со змеем-людьми была эта синяя дверь. Сейчас мы ее используем. Ну и поскольку у нас тут достаточно много яиц, то мы сможем оставшихся противников в курить превращать. Все-таки на следующий уровень у нас только одно яйцо придет. Так что я думаю, этим брех не воспользуется. Все, ребят, уровень пройдена, думаю. Нам все, что осталось сделать, так это только немного восстановиться по патрону, забрать наш зачарованный щит и затем подлечиться по здоровью. Посмотрим, сколько у нас тут оружия. Неплохо было бы нашу ракетницу установить. И я даже знаю, где я ее установлю. Я ее установлю вот в этом секрете. Так, ну и кажется, все. У нас полный безопас, это не может не радовать. Полная броня, полное здоровье. И на такой замечательной минуте мы переходим на новый уровень. Уже предпоследний. Да, ребят, мы тут все полностью прошли. За 40 минут. И предпоследний уровень у нас носит громкое название пропасть. Да, на самом деле, далеко не такого уровня вы ожидаете, где-то в подводном городе. И пока что это место мало что похоже на пропасть, знаете ли. То есть я все, что вижу, это только какие-то катакомбы с водой, покела. Все выглядит тут очень мрачновато. Но от этого, это место менее эпично не становится. Давайте мы в очередной раз охранимся. Ну и что я об этом уровне могу сказать? Он носит свое название не случайно. А чуть позже он его еще оправдает. Ну и где-то под самый конец. Первое, что мы здесь делаем, это разбираемся с этими нагами, находящимися за решетками. Не такое, что мне будет сложный бой, учитывая то, что они будут просто попадать вот по этим перекладинам. Ага, здесь вот еще один оказывается на улице. Если как-то по мне попадал. Ну а так, этот бой, как видите, самый интересный. Если у вас этот перчаток с собой есть. Просто это всего лишь парочка. Некоторые из них нам тут дропнули также свои огненные сферы, которые в будущем нам могут оказаться полезны. И мне было бы интересно знать, может ли их как-то отсюда подобрать. Так, ну этот нам ничего не дропнул. Этот, по-моему, тоже. Этот тоже оказался жадиной. Ну вот этот уже оказался самым щедрым у всех остальных. Вот его сферы, думаю, может быть потом забрать, если нам понадобится. Ну вообще ладно, я пока свою ракетницу использовать не буду. Я лучше вот этих големов постреляю с помощью своего арбалета. Дальше нам встретится не самая такая приятная комната. По нам вот оттуда будут стрелять маги, по которым мы сами никак не достанем. Потому что там внизу будут бегать со мне когти. И если я буду стрелять по магам с той же драконьей перчаткой, я буду попадать именно по нижним парням, а не по магам. Так что мы лучше с ними разберемся как-нибудь чуть позже. Пока что мы разбираемся с големами. Раз уж на то дело пошло. Надеюсь, что маги будут со мной сотрудничать и помогут мне в этой небольшой зачистке. И что эти големы здесь охраняли? Охраняли они здесь всего-навсего эту сумку с боеприпасами. Но стоит не ее только взять, как вуаля. Сразу же появляются их друзья. Это вот два нитра каждой такой секретки. И фаттитр у нас еще был такой, видимо, их лидер. Скидет-воин. Да, много они мне тут, конечно, брони сняли. Эти заразы. Все-таки из черепа очень больно бьются, я не помню. Забираем здесь склянку на 25. 7 патронов к карбалету. Здесь вроде все. Я этот колчан подбирать точно не буду. Может, это еще пригодится в дальнейшем будущем. Так, ну и мы переходим дальше. У нас тут следующий противник это Гаргули. Тоже так себе, ребята. Но вы не думаете, что это здесь будут такие вот несерьезные противники в этой комнате. как бы уровень один из последних. Наверняка здесь все-таки есть что-то еще. Например, вот эти ребята. Они у нас здесь будут не случайно. Они будут охранять всю секретку с драконьим когтем. Так что, если вы проходите этот уровень, начиная с изначально боезапасного, это некоторые делают, то, в общем-то, это оружие здесь можно будет получить. Как ни странно, но именно в секрете. Да, секрет мы открыли. Нажимаем на дэк. Приключатель, открывается портал. И здесь у нас Абли Коготь. По сути, здесь у нас больше ничего такого интересного нет по бокам. И впереди, в принципе, тоже. То есть, эта статуя никак вообще не открывается. Нам все, что нужно будет сделать, это только нажать на переключатель. Тогда она нас откроется. И тогда мы приходим в следующую комнату, которая, по сути, абсолютно то же самое. Ничего у нас по углам нет. Ну и впереди у нас был Драконий Коготь. То, что я и хотел. Все, теперь мы отсюда выходим. И что мы будем делать дальше? У нас есть Ракетница. Так что давайте-ка сейчас мы парышку раз тут выстрели. Уничтожим тут несколько этих спиритов воина. Что потом уже не мешались. Их тут было всего лишь три. И из двух вытрелов мы уже двоих завалили. Ну и все. Теперь мы переходим вперед. Идеи там у нас никого не было. И этот меня гад тут решил подкараулить, пока разговаривали. Уже выстрелил меня своим зеленым паром. Слава богу, что не красным. Ну, он здесь так же будет не один. Здесь будет его друг Мак. Да. Хранят мы тут свой переключатель. Еще несколько патронов к нашему адскому посуху, который мы как раз против него используем. Я думаю, это далеко не случайно. Считайте, мы тут вообще ничего не потратили. Сразу же берем, устанавливаем. И я думаю, что сейчас будет неплохо показать вам лишний раз нашу голову. То, как давненько мы из нее не стреляли. Как видите, неплохо она так станет противником. Не помню, вообще ни разу, по-моему, не выстрелили. Только один раз, и я тут уклонился. Мне это оружие прям начинает радовать. То есть, даже, какой-нибудь логоть не так станет противником, как эта балова или адский посох. Я думаю, это оружие в плане стана подходит лучше всего. Только что я бы разобрал с собой желтый ключ. Теперь можно будет идти открывать желтую дверь, соответственно. Она у нас будет находиться вот в этой самой комнате, где нас постерегали драколаки. Берем с собой адский посох, потому что эти сабликогти тоже будут дропать себе руны. Да, лучше при этих них оружие. Неплохо так отталкиваем. Так. Пока что они нам тут ничего не дают. Жаден оказались. Давайте уже восстановимся. Так, и впереди будет находиться еще один. И, кстати говоря, ребят, маги здесь, оказывается, будут не одни. Я вспомнил то, что здесь еще будут лечи. Они у нас находятся за этими решетками. Да, я думаю, вы тут уже заметили, то что начинают они тут как-то мельтешить. Метаться туда-сюда. Ну, в общем, мы с ними разберемся как-нибудь чуть позже. Пока что хотел бы разобраться с магами, чтобы они мне в этом небольшом деле все-таки не мешали. Как видите, маги по мне тут отсюда никак достать уже не могут. Они просто берут и стреляют в пол либо в статуе, либо факел. Ну, в общем, остается он тут только один. Давай, до свидания. И теперь, да, теперь мы можем приниматься за лечей. Они у нас будут охранять как раз выход с уровня. Вы, к сожалению, туда иначе как ни через синий ключ уже не попадете, но будет лучше, если мы их уже сразу завалим, чтобы они нам потом уже не мешались. На всякий случай сохранюсь, а то мало ли что тут может случиться. А то они запросто отсюда меня могут еще даже убить. И, пожалуй, единственное, чем могут меня отсюда доставать, так это вот ледяными шарами. Хотя, эта атака у них самая сильная. Так что, это стоит бояться. А огненная стенка и торнадо, они просто вот в эту стену врезаются и по мне даже не попадают. Да, я думал, вы видите вот эти костики от торнадо. Ничего они мне тут не дают. Никогда меня достать не могут, как бы не пытались. Так, еще один остался. Все, наконец-то взорвался вроде. Неплохо мне тут бровни повредили, но, слава богу, у нас тут есть спасение в виде вот этого нового щита. Так что, теперь мы возвращаемся обратно. теперь неплохо было бы найти следующий ключ, зеленый. Так, и в общем идем мы сюда. Да, здесь у нас находится уже все, последняя дверь. Синий ключ у нас открывается. Так, теперь мы достанем наш адский посох. У нас тут снова будут собли когти, наши старые добрые друзья. Правда, не одни, а еще снагами наверху. Так сказать, на местных башенках будут по нам стрелять эти два хранника. Так, ага, вот и они, уже легкий на помине. Один куда-то убежал. Я не думал, что мы могли вот так вот быстро убить, я вижу, и вроде все, да? Нет, нифига подобного. Они не такие слабые. Так, ну и не знаю, вроде все. Я надеюсь. В таком случае просто разворачиваюсь вот сюда. Здесь у нас находится еще один лодрук. И как видите, эта колонна тоже может будет использовать на свое благо. То, что снаг просто берет и в эту колонну стреляет. Да, вы себя таким образом спасаете лишний раз. Так, ну долго там еще будешь стоять и урачиваться? Вроде долго уже. Все, теперь уже все стола. Тихо. Прямо душа радуется. Ну, недолго, я бы сказал, потому что здесь у нас будет находиться еще парочка таких парней. Да, я думал, тут вполне очевидно, что это ловушка находится перед нас приключатель и наверняка по углам кто-то будет еще находиться. Ловушка для тупых, я бы сказал. Все, расправляемся с этими нагами. Охраняли у нас тут яичушка и факел. И в следующем месте я бы, наверное, опять же сохранился, потому что там встретится Минотавр и он мне тут может запросто так вот подстеречь со своей огненной стенкой и биться на удары. Опять же тут убивая его гаргурия на меня начинает злиться. Так, сразу же забираю эти эти патроны когтю и сваливают сюда. Ну и стоит не только приблизиться вот к этой Мерцашей стыне, как на меня этот Минотавр сразу же вылезет. Что мы делаем дальше? Мы активируем наш Том Силы, достаем огнемет будущий. Все, динана сразу открывается, мне даже не приходилось на нее нажимать. Так. Вот как-то так вот мы быстро разобрались с этим Минотавром. Теперь следующее, что мы делаем заходим в телепорт и сразу же избавляемся от этой огненной горгурии. Да, с помощью огнемета. Так, и сразу же подбираем эту склянку, потому что после этого нам откроются вот эти маги. И пока мне действует колечко невыземости, мы сможем с ними запросто справиться. Он, правда, попал по мне один раз какой-то из них. Ну, это не страшно. С одним каким-то патрончиком своим. Это было даже совсем не больно. Так, теперь открываем следующую секретку. Здесь у нас еще на горгурии. И, я думаю, заметили, что после того, как мы заходим в какой-то один из телепортов, то у нас начинает подниматься какая-то черная платформа. Как и в этом случае. Здесь находится наш узком и зеленый ключ. Ну, не спешите отсюда уходить, потому что здесь нас были встречать парочка вот этих петушков. Да, лпендривались петушары. Так укоррекались. Ну, и вроде все. Мы с этой небольшой соной закончили и теперь переходим к катакомбе. Катакомба здесь довольно-таки такое интересное место, я бы сказал, хотя, на первый взгляд, так не скажешь. Ну, если посмотреть на это глазами от полтфага, то уже начинаешь как-то проникаться местной атмосферой. Тут у нас что есть? Такие вот интересные коричневые стены, сабликогти, которые эти пещеры населяют по помощью эти все черепа, летающие с потолка. Ну, это здесь будет еще далеко не все. Здесь у нас будет еще какая-то насыщенная водная зона. Да, ребят, интересно такое место, то, что одна какая-то зона, коричневая стена, здесь уже стены такие вот серые замшелые, или еще к тому же с потолка у нас висают такие вот лианы, или даже не знаю, что там может быть, плющ, хочу же так сказать. В общем, растительность какая-то. Да, включил тут факел, чтобы вам было хотя бы что-то тут видно, то, сами понимаете, тут очень темно, к тому же нам тут самим должны были какой-то факел еще выдать в самом начале. Ну, или может быть не стоит его где-то поискать, я что-то как-то его тут не заметил. Так, ну, в общем, ладно, вроде тут уже с какой-то частью противников разобрался, правда, здесь еще будет несколько секретов, они у нас откроются в самом конце. Так, хорошо, значит, с этим местом вроде уже разобрался, во всякий случай сейчас еще сюда вот схожу, вроде меня тут особо никто не бил, это хорошо, ну, и в общем, мне теперь остается идти вот сюда вот, да, вот здесь не встречаться мне коготь, значит, я тут не был, ага, вот здесь, оказывается, этот факел находится, так, и теперь я перехожу вот сюда вот, все, по идее, в этом повороте мы должны будем прийти к тому самому пути, где мы найдем наш будущий ключ. Так, вот с этим товарищем давайте-ка я разберусь с помощью ракетницы, я тут вижу кидатки и патрончики, ой, и эти патроны будут служить ориентируем к тому, то, что здесь у нас находится секрет посохом Пеникса, да, вот так вот интересно его пометили, правда, здесь еще будет парочка таких других, так, ну, и теперь давайте-ка я в очередной раз сохранюсь, и именно здесь у нас и будет находиться наша пропасть, да, то, из-за чего этот уровень так и называется, место, которое находится в самом конце. Ну, в целом, пропасть у нас выглядит очень так вот интересно, огромный такой вот мостик посреди какого-то непонятного болота, везде вот эти все горгули летают, и, судя по всему, здесь у нас действует очень сильный ветер, потому что, я тут заметил, у меня даже взрывы куда-то там в сторону отклоняются, да, здесь у нас также есть еще дичи, вместе с нагами, как же без них, ну, и, сейчас мы по этому мостику быстренько перейдем, чтобы нас в сторону не сдуло. Забираем с собой наш синий ключ, взяли мы также крылышки, ну, и теперь, я думаю, пришло самое время отомстить этим всем товарищам, которые по нам тут все время стреляли. Не знаю, давайте-ка сразу же мы сюда вот залетем, вот в эту небольшую нычку, где это у нас будет проход ту самую зону с лечами и нагами. Что, достаем нашу ракетницу? По идее, с ними будет разбираться заметно проще, они тут к тому же друг с другом решили поцапаться. Ага, и, да, все-таки не зря сохранился. Ну, это не страшно, можно подлечиться. Слава богу, что я себя хотя бы своим же выстрелом не убил. Да-да-да, все в лучших традициях Красного Ивана. Выстрелив себя из ракетницы в упор. Так, ну, это еще далеко не все, там вижу еще один личный все-таки находится. И про этих товарищей чуть было не забыл. Да, вовремя вспомнил. Потому что открывается потом с ним еще секретик один. Так, и тот зачаренный щит я ставлю все-таки на фото вместе вот с этой адской сферой. Так, ну, крылья у нас уже заканчиваются, к сожалению. Ну, это не беда, потому что мы там подобрали новые. Все-таки разработчики на этот раз оказались предусмотрительные. Они нам говорят новые, чтобы мы смогли отсюда выбраться и перейти в другую зону, где они тоже будут. Так, ну, прежде всего давайте-ка мы спустимся вниз, потому что здесь у нас будет находиться такой предмет, как темная сфера. Да. Так вот интересно у нас запрятан. Ах, открыли мы только что еще один секрет. Здесь я сохранюсь, а то, знаете ли, было бы не очень здорово так вот появиться под конец уровня и перезагружаться непонятно откуда. Так, ну и вроде все. Личья замочился всего лишь одного выстрела. Сейчас подожду, пока еще торнадо этот у нас иссякнет. Пакел у нас врезается и все, он у нас пропал. Теперь я уже больше ничего не боюсь. Ну и что у нас тут остается? Только из противников четыре штуки, это все будут забыли когти, это точно знаю. Потом еще четыре секрета, они тоже будут находиться в катакомбах. И пять предметов. Причем четыре предмета, соответственно, будут находиться в этих секретах, а еще один в самом конце, то есть который будет охраняться теми личами, которых мы уже убили в самом начале. Да, вот как-то так. Надеюсь, вы не запутались, пока я это все объяснял. Надеюсь, объяснил ее все понятно. Мы полетели дальше. Возвращаемся обратно, сейчас мы соберем тут самый зачаренный щит, потому что с обликогтей особо не боюсь, и мне, по идее, даже никак не ударят. Так что щит у нас, по идее, на следующий уровень перенесет полностью. Ну, я по крайней мере на это надеюсь, что они меня тут не будут как-то постерегать во время разговора. Ага, ну тут уже одного увидел. Постараемся держаться от них как может на более дальнем расстоянии, чтобы меня тут никто не бил. Так, я думаю, что неплохо было бы все равно расключить факел. Хотя, сейчас уже думаю это делать бессмысленно, но хотя бы ради вас, ребят. Хотя бы ради вас. Все, включая факел, собираем с собой все эти секреты, только чтобы забрали мы с собой карту, хотя, вряд ли они там даже пригодятся. Пригодится. Так, дальше осталось нам найти еще три секрета. Ну, уже два из них как минимум находятся вот в этой водной зоне. Чуть не могу найти еще один, где он может быть еще. Ага, ну здесь находится у нас урна на 100 хп. Том силы, который уже для меня совершенно бесполезен. Так, ну и здесь у нас находится полезный предмет последний. Это хаос девайс, устройство хаоса. С помощью него, конечно, мог бы вернуться с самого начала уровня, но это не совсем то, чего я хочу, потому что находится у нас конец уровня немного дальше. Я лучше вернусь туда наиболее честным образом с помощью вот этой лестницы. Возвращаемся вот сюда. Ну и что у нас здесь? Здесь у нас побольше патронов к нашей ракетнице, чтобы уже было чем начинать последний бой с Дисперила. Ну и все. На этом у нас уровень заканчивается. По идее все, мы тут уже все собрали. Осталось нам полностью восстановить наш боезапас. Безапас у нас атака уже полный, так что все, переходим на последний уровень. Пропасть пройдена, прошли мы ее за 16 минут, довольно долго я ее комментировал, согласен. И последний уровень у нас носит название Крепость Дисперила. Да, ребятки, я думаю, многим этот уровень уже знаком, хотя бы в самом начале. Честно говоря, когда я его в самом начале видел, то даже несколько удивился. Я первый раз посмотрел прокождение в Ютубе этой игры, когда начал ее интересоваться. Ну и в общем, да, я несколько удивился тому, что этот уровень не встретился где-то на третьем эпизоде, когда игра еще толк-то не закончилась, когда у меня еще остаются только еще два эпизода. Там уже все, и финальный босс, и все дела. Ну и в общем-то, что у нас тут происходит с самого начала? На нас тут сразу же нападают все эти горгули. Их тут довольно-таки немало. И воевать с ними уже придется вот в этой какой-то луже огромной. Да, конечно, выглядит эта лужа очень красиво, потому что везде вот эти все приливающиеся стены с водными пейзажами. Такие вот анимированные. И вот абады тут уже повсюду. Ну и спрашиваются, как отсюда убираться. Может быть здесь какой-то секрет есть, какая-то стена малоприметная, которую можно было бы открыть. Ну, ребят, вы тут даже ничего такого не ждите. Отсюда можно будет выбраться только одним способом, и только с помощью наших крыльев. В общем, да, сейчас я использую хоть сюда. Становлюсь вот на более высокую воду, как бы это, конечно, глупо не звучало. Если честно, то я даже не знаю, как она тут держится. Ну и вообще здесь у нас будет и конец один из немногих секретов этого уровня. Тут у нас четыре полезных предмета. Склянка, Chaos Device, Том Силы, и, что немаловажно, сумка с боеприпасами, которая может нам еще, боюсь, финальный босс пригодится, согласитесь. Так, ну и теперь переходим непосредственно к разборкам с его слугами. Это будут, так сказать, его местные испытания. Сначала нас тут будут разжидать маги, всего лишь количества и две штук. Диспериала будет охранять куда больше количества, я вам сразу говорю. А все потому, что Диспериала будет потом их призывать. Причем, на последнем уровне сложности он будет призывать их чуть ли не постоянным, так что к этому уже стоит быть готовым. Так, все, теперь у нас уже начинает принимать эта вода. По какой-то причине открывается у нас следующий портал, и на этот раз я, пожалуй, что даже достану свою булавоб. А на простом уровне уже доказал, что оружие может быть очень полезным, а здесь у нас ребятки нитроголемы. Ребята, этим могут быть очень приятны. Ну, в целом, да, бой оказался теми не таки уж продолжительны. Быстренько мы с ними разобрались, и теперь мы переходим вот сюда, например. Здесь в нашем испытании будут... Ай, погодите. Немного не в тот зашел, сюда мне надо. Да, здесь в нашем испытании будут уже фигианцы, в количестве три штуки. Ну, это будет еще не все. Сразу после этого нас встретят еще железный лич, потому что как же без него? На каждом уровне железный лич обязательно должен быть, даже на уровне здесь парил, где по идее именно он и должен быть боссом. Так, ну, по идее все, это уже будет последний выстрел. Добили мы этого лича. Ничего он тут даже при себе не имел, там никакого яйца или чего-то еще в этом роде. В общем, все, отсюда я ухожу. Так, и что у нас будет дальше? Ну, вроде все, в этом месте мы уже все собрали. Чит-то трогать не буду, потому что мне пока держится даже более сильный. Ну, и в таком случае мы переходим наконец в последний телепорт. И это у нас будет телепорт на само поле боя. Поле боя с финальным боссом из парила. Да, вот, ребята, вот так вот у нас выглядит. Поседает на своей змеи хаоса этот красный маг. Правда, он сам не атакует, а атакует только его змея. Пока что он только с нами дурачится. В полной силы он с нами не воюет. Ну, и я думаю, что тут уже сразу понятно то, что от его оклинных шаров уворачиваться очень просто. Правда, как только уровень здоровья попустится ниже половины, тогда он начнет стрелять уже тройными. И от них будет мало того, что несколько сажнев уворачиваться, так еще. Соответственно, они будут куда сильнее бить. Их определенно стоит бояться. Ну, в общем, что я теперь делаю? Я сейчас возьму вот эти секреты. Их тут уже немного осталось. И в этом бою они мне определенно могут помочь. Потому что здесь хотя бы находятся еще на кольцо неузуимости. У меня уже одно было. И второе мне здесь определенно поможет. Сейчас я тут еще немного побегаю пособираю патроны к ракетнице, чтобы потом уже этим не заниматься, когда уже начнут перестрелиться с его второй фазой. Ну, и давайте-ка я немного расскажу еще о второй фазе его. В общем, чем она может быть примечательной? Примечательна прежде всего тем, что Дисперил, когда он меня перейдет, начнет очень часто телепортироваться. Особенно на последнем уровне сложности. Потом еще можно кидаться очень мощными молниями. Ну, ворачивать от них в принципе не так уж сложно. Ну, и наконец, его последняя атака это уже, как я говорил, призыв его любимых учеников. Вот, ребята, я даже не знаю, как можно назвать такого учителя, который себе сам вот учеников и создает, получается. и сам как-то и обучает. Можно сказать, какой тут учитель Прэбэр Лон. Да. Дисперил. Уже, что только про него не сочинил, то, что он сам себе учитель и создал тут себе парк развлечений. И, пожалуй, последнее, что я хотел бы про него добавить, это то, что... В общем, вспомнил тут внезапно, как его один мой знакомый называл. Диспорил. Да. Ребят, вот вы не поверите, как это название вообще появилось. Появилось, оно как-то совершенно случайно. Когда мой знакомый пытался произнести название одного дополнения к Ольхенштайн 3D, назывался на Spirul of Destiny, то есть Копье Судьбы, он его произнес как Spirul of Disporio. Да, я сразу же про Disporio вспомнил. Так сказать, он у нас такой упоротый более, это как Вонни. Так, ну теперь давайте сохранимся, потому что, я думаю, вы заметили, мы вроде как победили этого босса, пока я тут разговаривал. И сейчас пришло самое время переключиться на оружие посерьезнее. например, на нашу ракетницу. Все, у нас Disporio начинает воевать с нами сам. Как я уже говорил, да, стреляет на своими молниями и начинает сразу же импортироваться. И, ребята, я вам тут открою небольшой секрет, у меня в этом бою будет одно небольшое преимущество. Я сколько раз это по не переигрывал с одного сейва, почему-то Disporio всегда выбирал одни и те же точки для телепортации. Так что, я уже примерно знаю, куда он там будет перемещаться, в основном он будет где-то здесь вот тусить. Так что, его можно здесь очень легко каравлить с помощью телепорта, вернее, огнемета. И я у него уже добрую половину здоровья точно снял, а то и больше. Так что, он у нас уже больше не вжилец, наверное. Так, ну все, у меня тут пока количество невзимостей действует, надо будет его еще где-то найти. Или возможность использовать оружие какое-то другое, там скажем, драконью перчатку. Потому что она его сразу будет доставать. Можно сказать, как рейлган, правда не такой мощный, но все равно урон есть урон и пренебрегать не стоит. Особенно такие вот мгновенные. Учебников он бы за это время на спаме даже не так много, это не может не радовать. Так что, бой с ним у меня проходит на удивление очень хорошо. Даже на последнем уровне сложности это на запись. а на запись может происходить что угодно. Самые такие непредсказуемые вещи. Да, всего лишь каких-то тут два ученика. На всякий случай, ребят, я сейчас сохранюсь, а то мало ли что еще разойдет. Уже почти победили вы, ребят, считаете? Осталось совсем немножечко. Так, ну и где он у нас? Все, ребят, наконец-то. Победил я его все-таки то дисперила на последнем уровне сложности и мало того, что на запись. Все, вот так вот у нас развалился этот змеиный всадник. Остался от него тут какой-то жалкий скелет. Да, поглотила его его же молния. И если вам было интересно, что он там все время говорил своей обратной фразой, он говорил все время Surrender to Disparil, то есть давайся Disparil. Я слышал то, что если люди будут слышать такие типа сатанинские фразы наоборот, то у них в сознании будет воспроизводиться что-то вроде призовой к этому действию. Я помню то, что к этому прибегали даже разработчики Дьявола, когда давали своему финальному боссу что-то вроде шуточной фразы, типа то, что нужно каждое утро чистить свои зубы или что-то вроде того. Ну, а здесь два сиди с перила, то есть боссом сражаться не стоит, видимо, вот это он хотел сказать. Ну и все, ребят, одну секундочку. Так, ребят, прошу прощения, просто доставал тут свой переведенный текст, потому что, как вы понимаете, на этом у нас пизод заканчивается. Вроде все собрал, всех убил, хотя если бы я просто убил Disparil, то на этом уже точно бы все померли, я мог бы даже за его испытания не приниматься. Ну, тем не менее, все, заходим в наш последний портал, только идея на это наше приключение подходит к концу. Смерть Disparil нарушила магическую связь держащего существ в этом измерении и их предсмертные крики заглушали его собственные крики агонии. Ваше место свершилось, вы входите в сейф-портал ваш собственный мир за несколько мгновений до того, как кукол разбился на миллион осколков. Но если сила Disparil уничтожена, почему не чувствуете себя безопасно? Это все из-за его последнего слова прямо перед его смертью? Того самого, которое прозвучало как проклятие? Или как вызов? Вы точно не можете быть уверены, но скорее всего это было просто слово или крик. И кстати, что насчет других смейных садников? Вот ребятки, давайте сейчас узнаем видимо такую прачноватую картину, где мы видим самого себя в каком-то отражении сфере и кто за нами все это время наблюдал. А наблюдал за нами вот какой-то красный черт такой мрочноватый в каком-то балахоне. Да, весьма такая необычная картинка. Видимо, находится на каком-то монастыре подсвеченном Disparil то я вижу то, что везде его символикой да и сам Disparil он тут на витражах изображен. Ну и кто это такой мы узнаем уже только в игре под названием Hex and Beyond Heretic которая прямым продолжением веритика и является такой надеюсь, поняли. И он будет проходить как-нибудь потом пока что время его не пришло потому что у нас остаются еще два эпизода. И это у нас The Ashery и The Stagnant Demest. Точно не знаю там как они правильно произносятся. Ну в общем склеп и какое-то заставившееся поместье. Ну и звуки потому что у нас доступны еще два эпизода то получается то, что Disparil нас действительно проклял и он отправил нас путешествовать по другим мирам. Причем отправимся в свой собственный чтобы немного потянуть наше время. Ну в общем все ребят. в следующей серии ждите новое испытание новый эпизод все на свете потому что эпизоды из дополнения они отличаются повышенной сложности по сравнению с теми что мы уже проходили. Все ребят на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь что серия вам в целом понравилась так что не забудь ее оценить и рекоментировать. И если вы ждете прохождение нового эпизода то не забудьте подписаться на канал и позвать своих друзей и знакомых чтобы привлекать их понемногу к этой замечательной игре. С вами был ваш покорный услуга Септ. Всем пока удачи и до новых встреч в новых эпизодах Еретика. Скоро увидимся.